Всем привет! С вами Марина Уэзерова, ваш преподаватель английского. Недавно один из моих подписчиков задал мне вопрос. Марина, а как правильно? Отвечаю на этот вопрос и заодно хочу с вами поделиться, насколько английская грамматика на самом деле вещь простая и понятная, если ее вот так вот аккуратненько разложить по полочкам. Вот давайте разложим по полочкам с вами конструкцию опаздывать. Как сказать опаздывать по-английски, а как сказать опоздать? Кстати, два разных случая опаздывать и опоздать. Ну вот сейчас со всем разберемся. В основе вот этих всех опозданий лежит слово late, которое может переводиться как поздний, то есть прилагательном выступать в предложении, либо поздно, то есть отвечать на вопрос как, поздно. Это будет наречие. В английском языке это слово late. Ну, давайте вот какие-нибудь примеры посмотрим. Например, дать поздний ответ. Да, поздний. В данном случае это прилагательное. А вот давайте посмотрим. Прийти как? Поздно. To come late. Кстати говоря, если у вас проблемы со словом опаздывать, вы всегда можете заменить вот это, то, что мы сейчас с вами будем разбирать, на просто обычный глагол прийти поздно. Мы приехали поздно. Мы пришли поздно. We came late. Да? Вот и все. Вот и вся проблема ваша решена. Можно выключать видео и уходить. Но для тех, кто хочет все-таки разобраться в проблеме, и раз и навсегда уже правильно используете конструкцию. Давайте разберемся. Опоздать. Да? С каким правильным вспомогательным глаголом вы будете использовать вот это тут ваше слово late? Друзья, здесь все зависит от того, какой у вас будет глагол. Потому что опоздать можно сказать двумя способами. Можно сказать простым способом прийти поздно. Давайте я вам напишу. Come late. Come. Приходить. Это обычный глагол. В разных временах будут разные вспомогательные глаголы. Но, например, я часто прихожу поздно. I often come late. И для того, чтобы в Present Simple спросить. Ты часто приходишь поздно. Да? Вы спросите. Do you often come late? Почему вы спросите именно так? Друзья, потому что у вас есть обычный глагол. И в процессе регулярных, в настоящем времени вы используете вспомогательный глагол do. Например, ты любишь кофе? Любить будет like. Like coffee. Do you like coffee? Ты плаваешь по утрам. Ты часто приходишь поздно? Do you often come late? В данном случае это вспомогательный глагол do. Но, так же опаздывать может еще и be late быть. Это используется чаще в речи. Поэтому именно вот на этом мы сейчас сделаем особенный акцент. Давайте пока отвлечемся от темы и скажем быть студентом, например. To be a student. Как вы спросите? Ну, или давайте так мы скажем. Я студент. Здесь вопросов не возникло. Теперь мы спросим. Ты студент? Мы сначала используем вспомогательный глагол. Но мы будем именно пользоваться вот этим самим глаголом be. Он у нас будет изменяться. И он будет вылезать на первое место в вопросах, например. Are you a student? То же самое мы будем делать, если у нас было бы здесь не существительное, а, например, прилагательное. Ну, давайте скажем. Ты хороший? Are you good? Ты хорошо, допустим, там учишься. Are you good? Мы здесь вставили прилагательное. И вот смотрите, а чем? Be good отличается от be late. Ничем. Это такая же конструкция. Быть хорошим. Be good. Are you good? I am good. Yes. Теперь мы говорим. Be late. Опаздывать. По-русски мы это как бы одним словом говорим. А по-английски быть поздно. Просто если вы это запомните себе, так, быть поздно. Опаздывать, значит, быть поздно. Вот и все, проблема вся исчезнет. Ты часто опаздываешь. То есть ты часто бываешь поздно. Are you often late? Да? То есть are you late? Am I late? Вот вы забегаете в класс и говорите, а я опоздал. Am I late? Ну, давайте напишу вам. Am I late? То есть есть я поздно? В данном случае вам не нужен никакой дополнительный вспомогательный глагол do. И вот глагол быть в вопросах, он сам себе товарищ, он сам себе хозяин. Ему не нужен никто вспомогательный. Он просто встает в вопросах на первое место в предложении и все, а дальше после него уже что-нибудь идет. Вот, поэтому опоздать, если в вашем случае это be late, то вы уже не используете никакие вспомогательные глаголы. Вы просто его выносите, этот be, в начало в вопросе и говорите, are you late? Am I late? No, you are not late. Да, и здесь все, никаких больше вспомогательных глаголов не нужно. А вот вам еще интересная конструкция. А что если я опаздываю, но еще не опоздала? То есть в данном случае это вот уже все действие произошло, да, или, ну вот тогда надо понимать, что все уже случилось. Ты часто приходишь поздно, то есть все равно уже у него все уже случайно, он уже приходит, уже пришел. А здесь опаздывать, вот допустим, мы одеваемся, собираемся, я говорю, слушай, давай быстрее уже. Мы опаздываем. Как это сказать по-английски? Очень интересно. В данном случае мы опаздываем, мы еще не опоздали, то есть мы еще не есть поздно, мы только бежим. И вот в английском языке вот запомните себе, что я бегу, да, и когда я опаздываю, я бегу. И прямо запомните такое выражение. We are, вот здесь нарисовала вам процесс, то есть мы в процессе, это будет время present continuous, поэтому надо сказать we are, бежать будет run, но у нас процесс, поэтому running late. Are running late. Это значит опаздывать, но еще не опоздать. Давай скорее, мы опаздываем. We are running late, hurry up. Да, вот, вот эта конструкция. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что все, теперь вопрос отпал у вас с этим late. Надо просто понять, что late это не глагол, это по-русски опаздывать, да, по-английски нет такого глагола опаздывать. Есть прилагательное поздний, наречие поздно. Все, и этим вы оперируете. Дать поздний ответ. Прийти поздно, пожалуйста, тогда это вот обычное предложение, такое же, как все остальные глаголы, да, come. Вы его используете по правилам, просто смотрите, в каком времени вы используете. Все. Либо это фраза be late. В данном случае be ведет себя особенно, он важный, ему не нужны никакие вспомогательные глаголы, он сам выпрыгивает на первое место и сам себе и вспомогательный, и основной глагол. Он здесь влезает, а дальше уже у вас идет кто и ваше слово late. То же самое. I am a student. Am I a student? Am I late? Все. Ну и фразочка we are running late. Когда мы еще бежим, но еще не опоздали. По-русски это то же самое слово, поэтому если в мозгу у англичанина или американца мы просто их повергнем в шок, да, вот тем, что у нас одно и то же слово означает совершенно разное, у них все очень просто и прозрачно. Вообще английская грамматика, она очень прозрачна, она очень проста, ее просто нужно вот для себя уложить как бы в какие-то, в какую-то определенную канву, что опаздывать это значит быть поздно. Все, проблем у вас с этим не будет. То, что вы знаете, как употребляется глагол быть в вопросах, вы прошли этот глагол и подставляете уже его в разные-разные другие ситуации. Ну что ж, друзья, рада была вам помочь с этой конструкцией. Обязательно приходите на следующие уроки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Здесь очень много всего интересного и очень много интересного и полезного планируется к выходу. Кстати, ставьте лайк этому видео, я надеюсь, что помогла ни одному и ни двум разобраться в такой вот, казалось бы, сложной, а на самом деле простой теме. С вами была Марина Озерова, ваш преподаватель английского. Обязательно приходите на мои бесплатные вебинары, там мы разбираем еще больше тонкостей английского, в том числе английского произношения, но не столько. Ну а я прощаюсь с вами до новых уроков. Пока!